Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. Сегодня я с Серегой. Вот едем мы на машинке, как вы видите. Ну, собственно, куда мы едем? Приехала бригада НТВ. И, значит, у них программа... Как там, доброе утро? Ну, что-то такое. Какое-то утро, да, вот сзади нас едут. Утро доброе. Сзади нас едут. Сзади нас вот эта машинка. И нам надо сейчас заснять репортаж. Для их передачи. Но мы так подумали и решили, так как все равно такие видео бэкапские, они мало кто смотрит. А мы решили немного так, с хорошим настроением, немного постебаться. То есть мы будем исходить из того, что везде интриги, скандалы, расследования. Это НТВ, это не РЕНТВ. Так вот, интриги, скандалы, расследования. Это как раз никто же. Я просто на НТВ не был еще. Я был на РЕНТВ. Там немножко другой уклон. Мистика. Ну, вот, мистика. Я-то был на НТВ, когда они пытались из моего ролика сделать суперинтригу, скандал. А я наоборот не хотел. Они как-то сильно расстроились. У них же важно раскрутить на скандал. А мне наоборот. Здесь у нас, между прочим, сло сгорело. Она сгорела? Она не сгорела, ее сожгли. Потому что все палатки в Подольске вдруг резко сгорели там за неделю. Представляете, друзья? Вот такие вот интриги уже начинаются. Да, интриги, скандалы, расследования, как я обещал. Реально сгорела вот на улице. Это получается Кирова, да? Нет. Пересечения февральской и прохождение в углу с булочной. Извечная эта палатка еще с 90-х она здесь держалась. Вот где здесь 24 продукта, там было булочное. Еще сгорела точно на маяке. Вот точно где маяк, напротив, установка. Там тоже она сгоревшая. В общем, просто такое совпадение. Да, да. Конечно же совпадение, да. Это же никакие. Вот, ну, собственно, по сегодняшнему дню, что... Они хотят снять передачу проклады, как обычно, там, ну, мнение экспертов, юристов. И со всех сторон осветить мнение клады искать. Девушка, журналистка, вроде бы такая позитивно. Вот, вот, я ей как раз говорю, что мы-то любители. Пытаемся, как бы, вот, рассказать, как есть, про наши хобби. И она так, с позитивом, по крайней мере, пока мы еще вот не приехали. Ну, вроде бы, да-да, как раз то, что надо. И общая цель, это на телевидении показать, что все-таки именно вот это хобби, нормальное, адекватное, оно имеет место быть, как бы и должно быть. Чтобы люди понимали, что есть различия между черными копателем и, так сказать, белыми копателями, то есть людьми, для которых это просто хобби. Просто увлечение, момент вот соприкосновения с историей. Чего они отстали там? Да, сейчас мы тоже. Вот, вот это вот как бы, то, что мы не ради наживы, а в первую очередь ради как бы сопричастие с бесконечно-вечным, как это в этом ролике. Кстати, друзья, это вот из серии, вот, наверняка, многие из вас любят рыбалку. Вот представьте, вы просто ходите, рыбачите, и вдруг в один прекрасный день вам скажут, что вы там вообще грубо нарушаете законы, это чуть не уголовная статья, нельзя рыбку ловить. Вот, типа, за браконьерство у вас будут. Вот, статья, вы скажете, мы не браконьер, мы просто в свое удовольствие пришли, пару рыбок поймали. Нет, все равно браконьеры. Вот примерно то же самое, чтобы вы понимали, относится вот как белый копатель, и черный копатель, есть, действительно, которая, да, копая, я думаю. Аудитория наша, которая сейчас смотрит это видео, она, конечно, понимаете, это дело. И в любом хобби есть вот такое. Даже не в хобби, а в любой профессии. В любом деле, в любой профессии ты можешь при, как бы, перейти за грань черты, выйти за грань, да, и, получается, ты-то станешь преступником. Вот, а почему-то именно в нашем деле считаются все преступники. Хотя, как бы, ну вот, среди охотников есть браконьеры, там, среди рыбаков также те же браконьеры. Есть, кто ловит рыбу по закону, все нормально, нет претензий. А есть те, кто нарушает закон, там, сетями, динамитом, как бы. Есть охотник, который, для них там сезоны, путевки, еще какие-то сделаны правила. А нас просто всех на корню зарубили, нельзя. Это все равно, что, ну, я не знаю, водителям всем запретить ездить и все. Но при этом продавая машины. Так же и здесь металлоискатели продают, но копать ты не можешь. Да, дороги есть, машины продают. Да, так же вот автомобили. Машины продают, но ездить ты не можешь, как бы. Вот примите такой закон. Понятно, смотри, двойник, двойник, ну, я вижу. Кстати, за с ними. Друзья, вот двойник по городу ездит, у него, кстати, буквы на номере и регион абсолютно такой же, как и у нас. И вот разница только в цифрах. Вот, и, кстати, многие, многие путают. Путают, да, начинают, наверное, ознакомиться с ним. Да, сигнал в дороге приветствует. Можно даже потом догоняют его. Да, все, догнали. Кто не знает, у Сереги просто тоже канал свой, вот, Барс Подольск называется, Серега обозревает, именно случаи на дороге рассказывает про них. Ты не только случаи, да. Ну, да, в общем, у него такой социальный контент, интересный, перейдите, я ссылку тоже размещу на Серегин канал. Посмотрите, посмотрите обязательно про детскую машинку, сделанную из гироскутера, вот это вот реально, вот просто классно. Правда, смотрят вообще эти видео очень мало почему-то, но сам факт, своими руками сделали машинка, это вообще дети в восторге, причем на этой машине. Пуляет она, пуляет. Да, она мало того, что пуляет, на ней ездят не только дети, но и на взрослую везет. Ну, да, да. Спокойно едет там на 25 километров в час, километров 70 может проехать, не представляете. Машинка прет. Ладно, дальше будем снимать уже, наверное, по месту там, Серега, за оператора сегодня поработать. И помните, да, интриги, скандалы, расследования. Будем вот эту тему сегодня, Ярши, разминать. Да. Шарапов, засылаем тебя в логово бандитов, главное не спались. Вот расскажи, откуда ты. С кем сидел? Вот так совсем не видно, да. Никто, да, не понял, что ты записываешь, все нормально. А, грибы, да. Вот был бы, да, на металл поездилке, были бы искатели грибов. Так у нас же Денис, он и собирает, и грибы тоже, и рассказывает про это. О, заодно, да? Он был в одном, да. Да, что, по лесу пошел, заодно взял. Ну, да. Сейчас есть грибы уже? Уже скорее отошли. Да. Вот октябрь. Да? Не, ну я вот когда, неделю-две, наверное, ходил, немножко под березок набрал. Говорили, что сентябрь был сухой, и грибов был мало. Да, из-за того, да, да, все верно. В лесу нашли двух грибников, которые потерялись, и двое суток питались грибами. Ого. Они уже дают показания, но пока их показания резко расходятся. Не совпадают даже эпохи. Вот здесь встал, и начинает доставать. Звучит, да? Давай я как встал, доставил прибор. Ну, как и под елочку как раз можно там. Сейчас нам белый копатель достанет свой прибор. Сейчас. Где он там? Вон там таится. Вот, друзья, вот вся правда белого копателя, как он на самом деле ищет. Пришел и стоит. Подумает полминуты, пройдет, вернется, еще раз пройдет. Так что вы... Вот пошел. Видите, как подумал, настроился. Сейчас твой прибор всем покажет. Распахнет свою культу, вот так шау. Всем покажет. Как ты, пожалуйста, прибыл? Когда приходим на место, главное собрать металл и спиртель. И транспортировать его в рабочем состоянии, и так получается. У вас какой-то особенный или самый обыденный? Типовой, ну, скажем так, полу-профессиональный прибор. Они есть абсолютно разные. Начинаются от 10 тысяч любительские на данный момент и заканчиваются, ну, где-то топовые сейчас около 100 тысяч. Вот такой сколько стоит? Свой я брал бывший, бывший, да, за 20 тысяч. Новый где-то такой 35-40 тысяч. Это уже полу-профессиональный. Что он может найти? То есть они же как-то настраиваются еще, да? То есть вот монетку он найдет? Монетку найдет. В принципе, монетку найдет и металлоискатель за 10 тысяч, да? Единственный плюс идет в разделении металла. То есть чем более профессиональный металлоискатель, тем лучше он отделяет чистые черные сигналы. То есть в воде, то, что сделано из обычных черных металлов. И он отделит их от цветных целей. Но, опять же, он как бы не гарантирует, не покажет вам, что это золото. Вот на 100% нет таких металлоискателей. Даже за 100 тысяч они не способны на 100% сказать, что вы будете копать только золото. Ну, то есть невозможно так выставить. Дешевые понты. Он просто будет лучше отделять черный металл от цветного. Сегодня у нас на что он настроен? Ну, как всегда, будем искать. Он показывает, дает сигнал на все. То есть просто уже по звуку я определю с вероятностью, что мы будем копать. Ну, вот по вашему опыту, что на таком поле можно найти вероятнее всего? На одно место приключения можно найти. Монеты. То, что люди брали с собой. Здесь у нас вот были дороги, поэтому, соответственно, с чем люди перемещались, то они и теряли. Это будут монеты, возможно, нательные крестики, куговицы, элементы, обязательные находки. Это элементы конины, металлические части упряжи, кольца, которые связывали, вот эту упряж конскую. Ну, элементы украшения. Возможно, будут подковы, также с кубуков. Не только вот лошадины, а именно с обуви. Ну, что такое. Ну, отлично. Собираем сидел. Еще гильзы иногда попадают. Знаете, да. Вот такие-то. Патроны. Гильзы здесь тоже. Здесь боев не было. Благо сюда немец, слава богу, не дошел. Но здесь, видимо, стояло ПВО. Поэтому здесь будет в большом количестве, если мы выше поднимемся, представлены 20-миллиметровые. Они там буквально где-то 105, наверное, на квадратный метр. А до времени у нас на наличие лопатки? Что берем с собой, да? Что нам надо, это, в принципе, металлоискатель, лопату, ну, для удобства и сольные перчатки. А, еще, не так давно я уже завелся, тоже упрощает поиск. Это более для точного поиска. Пинпоинтер называется. Уже ручной металлоискатель. Он не глубоко берет, но помогает локализовать находку уже в яме. То есть, когда мы откопали явно, мы не знаем, где сигнал, а уже находимся на коленях, грубо говоря, там ищем. То неудобно большим орудовать, поэтому мы ищем точечную уже маленькую. Сейчас тоже в процессе покажу. Все, поехали. Стоит копатель в лучах заката. А вместо находок у него лопаты. Ну, ты прям сейчас, сейчас девушек прям немного, ты прям заставил понервничай, когда достал эту штучку и сказал, что когда уже стоишь на коленях, как бы, что вот тут надо потихонечку, то есть, уже точечно, точечно стимулировать нужно, понимаешь? То есть, все-таки, ты говоришь, удобнее стимулировать пинпоинтером, стоя на коленях, да? Так, ну, мой рюкзак, наверное, не с рюкзаком, да, рюкзак я здесь оставлю. Оставляй. Единственное, ну, я говорю, я взял находки, мы как, потом покажем, какие вообще есть? Ну, мы можем какие вообще есть, но давайте что-нибудь найдем. Вот такое. Надо нам найти. Ну, то есть, взять, что мы будем наискать? Ну, да, если вживую сейчас не найдем, тогда найдем не вживую. Да. Как завещал Порываев сразу в одной ямке, сразу золото, серебро, хресты, все, там найдете ключи. Итак, друзья, что мы сегодня найдем? Выбирайте, что вы сегодня хотите найдете. Мне нравится вот эта звезда. Она тебе нравится? Она сюда могла попасть, на эту поле? Могла, она, в принципе, на Щербинке найдена, на поле тоже. Это часть, по-моему, от кокарды, либо ранилия. Нет, ремень не делается. По-моему, от пряжки, потому что слишком большая для кокарды. Или кольцо. Кольцо очень супер. Дверстия можно. Ну, это все сразу поймут, что подстало. Слишком чистый. Нет, просто уже зрители видели, как он уже находил на канале это кольцо. Ну, пусть второе найдет. Давай пододинить что-то, не находил еще в кадре. В канале, да. Скажем так, ну, здесь-то, наверное, что я находил? Ну, на канале-то люди понимают. А вот это что там лицо, да? Да, интересная какая-то вот эта. Это скорее от мебели, фурнитура. Здесь вот была ручка. Ну, да, да. Нет, наверное, не очень такая прям цель. Не очень старая. Может, какой-нибудь... Ух ты, это что-то поможет. Екатеринская. Ух, ничего себе. А это монета? А это клад. Да, это монета. Ты Екатерин, я рискнул за нее или ты уже отчего отплатил за нее? Да, это клад, да, это, кстати, ну, не знаю, как. Я все с собой принесла. Да, вот. Это специально для правоохранительных органов. Смотрите, как мы копаем. Мы приносим с собой находки. Нет, это конечно очень круто. Мы потом мы, ну, посмотрим, где-то еще. Есть вот образовка. Опа. А, кстати, да. Ну, да, его я на канале не показывал. Не показывал. Вот давайте его найдем. По-моему, очень хорошо подходит. Да, да, очень. Победа ночи, да, Георик? Да, да, Георик. Ну, его и возьмем, да, из-за кота. Давайте потом рассмотрим, что у нас есть. Нет, это ответ, я говорю, всем правоохранительным органом, как копать, копать. И принесли с собой, походили, попикали, подышали воздухом. Все, принесли я мешочек обратно. Все, друзья, как это? Ни к чему не придраться. Ходить можем везде, можем везде. Так и написано. Там, сейчас, тем ФСБшникам, которые тебя пасут. Сейчас покажем всю правду, на самом деле, о находках. Так что, зря стараетесь. Тут ловить нечего. Денис, куда пойдем? Ну, я думаю, он просто будет так вдаль. Просто в поле пойдет, да? Да. Давай такой, такой будет длинный план. Смотри. И пошел. Что-нибудь комментирует? Нет, сейчас не обязательно, сейчас видеоряд наберем. Просто идем, да? Компетари потом и закричим. Как обычно, идешь? Убираю перчатки, включаю и побегу. Да, и пошли прям, как будто подработаем. Все, да, моторик давай. И поешь гимн кладоискателей. Все как обычно. А что, так быстро и надо ловить? Да, он же ловит нормально. Этого хватает, чтобы услышать сигнал. Опа, что-то уже какой-то сигнал есть. Слышите по звуку уже такой? Да, не комментируйте! Да, не комментируйте! Леха пошел Все равно грязная почва Сразу не видно, где находка А, ну вот, это осколок Осколок шума Нужно не определить, что Какая-то бытовая вещь Современная Да нет В нашем деле В нашем деле Расстраиваемся Дальше? Да-да-да Да, конечно, расстроился Первый раз не выкупать монету Все, надо все бросать и домой Первый сигнал, нет монетки Все, расстраиваемся и бросаем И бежим домой Нечего тут больше делать Вот, друзья, так что еще раз Как снимаются бэкапы Как Денис уже говорил это В предыдущих выпусках Но для тех, кто вдруг не смотрел Не знает, не понимает Приезжает съемочная группа И у них день-то расписан Они, во-первых, едут с Москвы Они едут Долго достаточно Потом расчехляют Пока все собирают И снимают Летно часа два Минимум С этих ключев Нужно нарезать Какой-нибудь ролик Минуты на три Минуты на три Нужно роликами нарезать И получается, что В эти три минуты Нужно показать Всем тем, кто Зависит от зомбоящика Такое, чтобы Привлечь внимание А как это сделать, да? Пустую ходьбу Не покажешь Поэтому, собственно Так и происходит Что К любому Кладоискателю К которому приезжают Всегда просят Как-нибудь денежку положить И Здесь как бы И нет обмана Как такового Потому что Все же понимают Все кладоискатели Естественно понимают Что для съемок Вот именно такого репортажа Ну ты Очень Должна быть Большая удача Чтобы выехать В какое-то место И найти там что-то хорошее Вот Сами знаете Даже на канале Кладоискателя Вот, Дениса Очень много бывает Видео, где он практически Вообще ничего не находит Но все равно показывает Честно все Вот А вот Понять это Людям, которые Вообще это не понимают И зависит от зомбоящика Им тяжело Вот Они подумают Ну что, какой-то чел походил Там Ничего не нашел Что это такое И не будем смотреть А им-то важен рейтинг И все дела вот эти Понимаете, да Поэтому Здесь просто идет Такая вот Ну, очевидная вещь Они снимают шоу А все, что Если хотите знать правду Смотрите на канале Белого копателя Вот там уже нормально все И собственно Но вот этот бэкап Тоже это правда Как на самом деле Все происходит Чтоб вы понимали Поэтому Так вот, друзья Тут все по-честному Никакого обмана Потому что Если они приедут Да, без какого-нибудь Интересного сюжета Им зарплату не заплатят А нет, это зависит А Денис, что Это его любимое хобби А у него наоборот Старается показывать Все как есть Чтобы люди понимали С чем им придется Столкнуться Если будут Заниматься Подобной хердью И сольюду Простите Подобным делом Вот Все, все явки Все адреса Всех дал Всех дал Молодец Молодец Белый копатель не продается Да, да Но по глупости Все слил В общем Можно поздравить себя С шикарными находками Я так понимаю Да? Может ты мне и расскажешь Денежку хоть нашел? Нет Образок нашел А, образок нашел Да Я в шоке Такой образок вообще Уникальный наш Поздравляю Да Пуля Сохранит Шикарное видео просто получится Вроде бы мокрое все Он уже сухой и почищенный Да вообще Ну это Это немного Ну ладно Можно списать на Ребята Вы его не видели на канале Это было Тогда Когда я чисто фотографировал Вот так вот Находку по телевидению Видишь Не Реально Прикольно Сейчас Ознакомимся с материалами Если не устроит Пойдешь еще раз Еще раз найдешь Еще пойдем Интриги, скандалы, расследования Похож на инопланетянина Видишь Такая глава Сейчас Даже Разфокусировка Не пошла Ага Да он Ну да Голова 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 Пауэр Не Очень классно Надо сюда прийти Именно так поискать А я сейчас как раз Расскажу Тихоньку продвигаю Да Сериал будет Третий сезон Я там вкратце так и написал Что будет бомба Супертанк будет присутствовать Смотрите, ребята Ждите Я главное Начинаю рассказывать И понимаю Столько всего Я буквально поверхностно И понимаю Не пересказать Вот эти ощущения От этих деревень Это тема На самом деле Как вообще Сюжет Причем это же Ну Очень много всяких Причем вот Очень Понимаешь Еще очень Круто Когда именно Едешь туда долго Потому что Ты именно Настраиваешься Морально Потому что Если бы это было бы Рядом где-то Не так воспринималось А тут именно Ты тратишь там полдня Готовишься На фоне С ним Давай Ребята Сматривают Материал А что эта функция Недоступна? А я тебе хотел сфоткать Почему? Да я потом с апкадром нарежу А Хорошо Давай Интересно Они его до конца Убрали Оно же гигантское Поле туда Вверх уходит И вот отсюда Не видно Да У тебя кстати Ты квадрик Так пока не Ты не тестировались Что-то не вообще Не до него Ну если все-таки Поедем в Майдан Ну да Да Надо прям его брать Обязательно локации Поснимать Ну он такой Какая разница Взять и возьмите Обязательно Ты представишь Какое разнообразие Все равно надо локации Надо с тобой И вот уже Хочется доехать до этой До раската До заброшенной Куда мы до дачи не дали Поясним Наверное Туда И Тоже верно Ну вот если будет Такая сухая Тоже верно Тотсор Там вообще Там вообще Там Ездить или переезд Есть места Очень Получше Мы же как раз Когда были летом Вот в июле Мы там ездили Проклитый клад Есть Он говорит Ты не боишься его Я говорю Для канала Будем Что реально есть Проклитый Который никто не забирает Да Типа клад золотых Все боятся Потому что Типа реально Где Ну как Ты знаешь Всегда так рассказывают Типа реально Есть клад золотых монет Все знают Вот он здесь лежит Все боятся Потому что если копают Один из родственников Умирает Я такой Конечно Будем копать Клад же Когда копаешь Не ты умираешь Жестко Типа Чертый юмор Ну и Ну и Лучше бы это Типа знаешь Кто-то из соседей умирает Ну да Все Побежал копать Не бывает Знаешь Проклитый клад А бывает наоборот Благословенный Когда копаешь Умирает твой враг Если находят Слушай Нет Не нашел Кольцо золотое Да Взял Могу фотки скинуть Если есть То может наживить Как ты находишь Нету Есть Есть Видео есть Отлично Да Ссылку скидывай Да Мои съемки Да Мои 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 Это Единственное Мама Лера Мама Лера Ты не знаешь Мама Лера У меня подруга Серега он Мама Лера не увлекается Это тоже кладоискатель Подруга А она с Москвы? Да Она с Салтыковки А канал есть у нее? Я не знаю Мама Лера Нормально Да Какая разница Время пройдет Все равно все умрем И родственники все умрут Как ни крути Какая вы тут Знаешь и серии Такой тип Да нет Это вообще Ну Приверженность того Мы крещенные люди Не должны в это верить В суеверие Это реально суеверие Нет Я Не знаю Не сталкивался с такими ситуациями Слава Богу Есть Есть и физически Знаешь как бы Но объяснение Когда заходит в гробницу Там Газ там скопился Они Нюхнут А потом умирают Люди Зачастую все совпадения Трактуют Как превращать в суеверие Нюхни газку Причем абсолютно любые Положительные тоже Ты думаешь Почему тебе повезло И думаешь Ага Я вот это сделал Вот такие вот Часть как бы ритуалы Начинают всегда повторять Чтобы Чтобы опять повезло Это он начинает Футболист заходя на поле Прыгает три раза На одной ноге Креститься там Какой-нибудь там Целует кроссовок Еще что-то И смотришь на это все Жесть Да 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 Синь-денек Вообще Просто Компания Не хочу Перекопать Ну туда же Где-то У тебя там два репья сзади Да ну и пускай На левой ноге Что это Сейчас он подальше отойдет Мы быстро прыгаем в машины И уезжаем Да, берем находки Ладно забрать находки Ладно забрать находки И передвигаемся Мелкими перебежками Мелкими перебежками Мелкими перебежками Это реально Он же что-то нашел А, проволочка А, проволочка Ну да Вот это реальные находки Да Эпично уходишь И под конец шляпу Вот так кидаешь на поле Как бы И в шляпу так медленно опускает Что-то нашел? Да Ну Очень интересно Кусок стекла Это тоже толстый По толщине Вот определяем Чего толще стекла Раньше Да Не могли сделать тоненьком Может быть От графина Какой-то Так, Лёш давай Комментарий Как С плечами возьмем этот Эту серию Знаешь как есть Нет Есть автоледи А есть автолорд Уже туда пойдем, да? И все Тогда обращаемся Уже туда Угу К машине Уже К машине Уже Паук Паук Когда-нибудь видел автолорда? Время автолорда? Блин Как он вообще выглядит? Как академик Автолорд Не, лорд Это такой Знаешь Какой-то там Это Как из игры Такой темный лорд Такой Который там Да, злой Такой лорд Который Всех убивает Сейчас тебе свет в лицо И кого из воров знаешь Как бы Чуть-чуть левей Так Чуть-чуть левей Так Первый вопрос На кого работаешь? Камеру смотреть Библиотеку Ивана Грозного Да Еще Еще Камеру смотреть Ими Фамилия Быстро Отвечай Быстро Год рождения Что ты здесь делаешь? Что молчишь? Так Так Картинка хорошая Да С погодой нам прям мочь Да, да, да Супер был Даже Когда мы там сначала на субботу договорились Суббота хуже Вчера, да Вчера ветер сильный был И пасмурно Пасмурно Я думаю и завтра уже не будет такой погоды Так Денис, я тебе готов Поехали Денис, приходилось вам общаться с полицией Которая может быть задавала вопрос Что вы тут делаете? Ну мне, слава Богу, не доводилось Я просто Мы поиск проводим в таких местах Куда обычно полиция не поедет Это могут пожаловаться, да Сейчас вот муссируется этот вопрос, да Что черные копатели И под это дело Огульно Занесли всех кладоискателей Когда приняли в 13-м году поправку к закону То получается, что любой любитель приборного поиска Он является нарушителем Но если мы будем уже досконально Каждую букву закона Этот закон попадает в дачник Копая свой участок, также нарушает культурный слой То есть вот дачник копает, нашел монету Он ее взял, если монета свыше 100 лет Все, он является нарушителем И по этому закону ему грозит 6 лет Или конфискация находок Конфискация оборудования Или штраф до полумиллиона рублей Вот, выходили люди на протесты Ну, к сожалению, ничего не привело А так как еще мы вот допустим Сегодня вы видели, я искал на распашке То естественно Ну, довольно таки проблемно Встретить здесь правоохранительный орган А если вот хозяева, владельцы поля Они могут тоже какие-то претензии вам предъявить? Владельцы поля, да, бывает предъявляют Ну, фермер может предъявить Или агроном Но мы всегда стараемся не нарушать Этических каких-то норм Да, и не портить посевы Не вытаптывать А ходим либо когда нет еще На земле ничего не посажено Она перепахана Либо вот как сейчас После сбора урожая Она опять же перепахана под зиму Все, и вот не нарушая эти нормы Ну, иногда приезжаешь, ты не знаешь, чья земля Нет уже у нас ни табличек Вот, мы начинаем поиски Но всегда, когда бывает конфликт Ну, попросят уходить Мы просто переходим на другой поле Чем черный копатель отличается от белого? Ну, вот у народа уже Черный копатель, он ярко ассоциируется С каким-то персонажем, да, с человеком Который там ради наживы Или оружия, или могилы копает Вот, фактически это и есть Но надо понимать, что Большая часть любителей Она вот скорее Именно белый копатель Такого, к сожалению, пока нету Понятия И я вот пытаюсь его привить Чтобы люди понимали Четкая грань Есть разделение Те, кто нарушают закон И те, кто Вроде как идут по кране Ну, современного закона, да Но в идеале бы принять поправки Чтобы Таким людям, которые занимаются просто хобби Увлечением сделали Ну, они бы не прятались Смогли бы спокойно жить Вот А черные копатели Это кто нарушает Копают курганы Где уже откровенно Вот археологический памятник Да, вот Те Либо Занимаются сбытом Ну, это в красонародье оружие То есть они копают Вот Что-то восстанавливают из оружия И потом это применяют Именно по назначению Там взрывчатые вещества Вот их можно назвать чисто черными А по закону Где вообще Вот можно По новому закону С поправками Где можно копать Смело Современному закону тяжело Здесь надо С юристом, конечно Более общаться Тяжело найти Ну, наверное На пляжах Пляжи представляют Хотя Из-за пляжа тоже Если захотеть Могут Какую-нибудь статью придумать Там есть статья не уголовного Есть статья административного Кодекса 7.15 по-моему Вот Вот Она тоже Запрещает поиски вести Без Открытого листа Который выдают только археологов Вот Но, к сожалению Россия пошла По не очень Приятному пути Вот этому Ужесточенному Жесткому запрету Хотя есть страны Например, как Англия Где можно Просто купить лицензию На год И ты официально Зарегистрируешься Все И можешь заниматься поиском Дальше ты уже договариваешься С хозяином земли И там что-то найденное Ты можешь официально Принести в музей Его оценят Выплатят эту сумму Все спокойно И все счастливы Получается в такой системе И копатели копают И государство получает Никто эти ценности Не прячет Никто эти ценности Не пытается Контрабандой вывести За границу Их просто приносят в музей И получают все Музей пополняется находкой И все счастливы И по сути они остаются И вот я не понимаю Я не понимаю Почему в России не взяли Вот именно такой вариант Взяли Жесткое Ну жесткий запрет Сделали Потому что такое Что можно отнести В музей От насилия Ну или там Как по закону Полагается По закону У нас как бы Среди копателей Очень многих Они и рады бы сдать Но к сожалению их останавливают Законы Непонятия Того что будет То есть люди боятся Боятся принести находки Просто безвозмездно Сдать в музей Будь то школьный музей Будь то краеведческий Боятся сдать находки Потому что боятся Что их возьмут на карандаш И потом будет какой то расследовать Но были даже случаи Что люди приносили находки Их просто не берут Потому что музейный рабочий Не может взять Принять находки Им надо описание полное Там целая Бюрократическая процедура Которая Уже останавливает Музейных работников И они говорят Нет спасибо нам не надо Мы такое не берем По сути они идут на черный рынок И тогда да Приходится Ну если человек Ну в основном Как то В принципе да Черный рынок можно назвать Вот Люди обмениваются Через форумы Через социальные сети Кто то коллекционирует монеты Кто то коллекционирует пуговицы Кто то что то продает То что Ну мы находим все А допустим Узко специализируется человек На коллекционировании монет Ему кресты и пуговицы Этой пряжке Ничего не интересно Он обменивает Или продает И вот по сути все это незаконно Если так разобираться Да? Фактически да Фактически незаконно Но Как здесь можно даже Взять банально Что он не платит налоги Человек Ну то есть вот такую статью Незаконное предпринимательство Вроде как ты какую то вещь продал Налог не заплатил Но это тоже я считаю Неправильно Понятно Так все Хорошо сделали Я думаю просто сейчас Ваши будем Находки снимать И там есть что то такое Да? Чтобы мы вас тоже не подвели Чтобы не сдали Ну это же видео Я если бы захотели Меня уже давно за видео взяли А ну и все хорошо Тогда давайте посмотрим Главное Это А где будем смотреть Леша Да можешь прям на капоте Можно достань Я не знаю Можно на капоте Можно на капоте А вот смотри Если как то Вот освещается хорошо На капоте 17-го века Главное не копать По-моему там раньше туалет был Да можно без пакетов Можно еще вывелить Да без пакетов Да без пакетов на руке Да Леша Мы что то сделаем А потом уже на монтаже Там посмотрим Что отрезать Что не трезать Понятно что Или как Уже все А я поняла Что ты имеешь ввиду Что нам прям застать Из кармана Типа же не сегодня Да Слишком много Так Сережа Да да Тогда можете Давайте хорошо Я понимаю о чем говорит Сложишь Корреспонденция Есть вот такая отличная Находка Это По-моему Мы ее датировали Как польская зажигалка Здесь даже есть гравировка 1921 год Это у нас От пряжки Тоже Старые пряжки РККА Российской армии К сожалению С утраты Ромешок Она не российская Она Красная армия была Красная армия Да Советская Так Монеты всевозможные Вот приятная монета Большая Екатерининские 5 копеек По-моему Это вот как раз То золотое кольцо Советское Обучальное Которое Я нашел На этом поле Серебряные кольца Попадаются Камушка К сожалению Утрачен И Немного Серебряных монет Это монет Мне человек прислал В подарок Обменялись Кладовая Вот эта Монета была в кладе Здесь Как мы видим Когда монеты лежали В какой-то железной коробке Даже остался Кусокоржавчина Там Была Вот эта Действительно Из клада Часть Но есть мечта Что-то найти клад Есть мечта найти Или все-таки Вы получаете удовольствие от процесса Нет Есть Конечно у всех кладоискателей Есть мечта Найти клад Иначе мы как бы Ну Заниматься этим Вот Но в процессе Со временем Конечно когда я начинал У меня было такое Прямо воодушевление Что никто Точно никто этим не занимается Я точно сейчас накопаю Все там монет А в процессе Ты когда начинаешь Смотришь Тут уже покопано Там покопано Людей очень много Увлекается этим Люди начали Увлечение Это с 90-х годов Когда более-менее Пошли уже Приборы Стали более-менее Доступные И они уже С хорошими характеристиками Вот Ну до сих пор Все равно Хочется конечно найти Но уже в основном Больше даже я нахожу В этом интерес Датировать находку То есть попадается Что-то что я еще не находил То есть допустим Вот эта вот зажигалка Неординарная находка И уже начал копать Для чего она Как Почему Интересно Супер класс Ну и под съем И все Очень интересно Все Сереж оставь пожалуйста Сниму Эта 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 Какая интересная Да Вот же зажигалка Я подумала Что это для духов Ну по факту Ты же все равно Клад тогда Клад монашки Ты же добивал Все равно Соприкоснулся с ним Чуть-чуть было Да Крути Не в этом Это у Сереги Не в этом А так вы чем занимаетесь То есть это как хобби Хобби А по профессии Вы работаете Повар И работаете поваром 1921 1921 21 Чуть Сам факт Да Зажигалочка такая Очень прикольная В общем может быть ее Может даже до ума довести Не знаю Это где где была найдена Это Клёновский район Клёновский район Клёновский район на лесной дороге Просто тоже лесная дорога Без полчаса я уже вот Прекрасная погода Кстати да Вы сейчас дальше будете встать Вы домой Я когда Начал увлекаться Перестал болеть Во Потому что ходишь На природе Опять же движение Свежий воздух Да Проходить приходится много Это вот Мы с вами походили А так на самом деле Опять же из-за того Что копателей много Находок Они же не грибы Не вырастают Ну да Поэтому приходится много ходить Минимум 6 часов где-то Вот там ходить Ну по крайней мере Я по себе могу сказать В выходные да? Да в выходные Ушел от болезни Уезжаю рано Вот и к обеду Возвращаюсь Ну мне кажется Ну как бы Присутствует эта золотая лихорадка Нет? Ну есть Понятно То есть ведешь Это Что ты вам нашел? Как она называется? Интрига Скандалы Расследования Только и здесь кстати Шанс выиграть лучше чем в лотерею Больше шансов Больше шансов Да да В лотерею там можно играть Ждать азарта нету А здесь Монетка показалась какая-то И вот этот момент Когда ты не знаешь что это Я говорю Вот у меня спрашивали другие Как храните вы находки Ну я Честно говоря Вот момент найти ее Это Он интереснее чем в лотерею Он да Интересен А потом ты просто складываешь уже И как то Холл Ну иногда вот люди приходят Показываешь А вот интересен сам вот процесс Поиска Это Это как рыбалка Это как рыбалка У рубака же не спрашивает А что ты потом с рыбой делаешь Как ты ее жаришь Да Он может отпустить В Москве реке там люди Рыбу пытаются ловить Думаешь Куда она ему Интересно Даже кошки Страшно Да Да Сейчас Москва река Нет Ну я Я просто У нас рядом с работой Внимали часто Мы брали из Москвы реки воду Воду Да И из-под крана И специалист сказал Что из-под крана В принципе она примерно такая же Как из Москва реки Только в Москва реке Это такая же плохая Чуть больше Да Больше железного Ну Из-под крана можно пить сразу То есть не кипятя А это А это Либо тоже сразу Но один раз До туалета залезать Ну рыбу я вот из нашей ременьки Ну рыба да Там же все-таки другие Рыба да Нет Ну у нас вот Одной канал там рядом Я в этой На проспекте Как-то на Павелецкой работаю Там прям Там ловят Там смотришь Рыба есть крупная Ну то есть она живет Что уже хорошо Значит жить там можно Я вот был в Тюмени Вот там рыба Я привез муксуна Вот таких вот два Это рыба Это рыба И многие переходят тоже вот из хобби в хобби То есть совмещают допустим Люди уезжают в отпуск Они берут и металлоискатель И тут же у них и рыбалка Это вот именно Как элемент активного такого отдыха Ты приехал С палаточкой и пикник Детей я приобщаю Детям тоже интересно Ну конечно да Еще что найти И тут как бы я говорю Вот прям показываешь монету И другое совсем ощущение Я вот когда начинал тоже У меня такое торкнуло Одно дело сидеть за партой И там все наполеоновские вот эти воины Как-то они вот где-то вроде Даже фильмов нету Картинки только такие Там учебники и текст А тут ты монету нашел В восемьсот двенадцатого года И ты уже понимаешь Что да Действительно было то время То есть ну пусть там не наполеоновская А наша монета Но это вот И ты зацепишься и идешь Идешь историю изучать опять же И поэтому некоторые копатели Они лучше чем краеведы Знают свою историю Историю своего края Ты как бы начинаешь цепляться Цепляться Потом переходит на историю Уже всей страны Ну кстати карты да старые Смотрите где эти дороги проходили Я говорю не знаю Вот к сожалению у нас в стране Вот так пошли по таком пути А так это и патриотизм Поднимали люди Но они все равно поднимают Все равно рассказывают Но единственное что приходят с оглядкой Вот А так бы мы свободно бы рассказывали И делали это все И там ну я не знаю Я бы в школу отнес В школе бы в музей сделал Да А всегда вот сейчас меня останавливает Не знаю нести или не нести Как там Как это будет Судя по последним новостям Когда один тоже отнес находки Нашел какой то клад Принес в полицию Да И типа ну да да мы все там Они же должны процент какой то И в итоге потом сказали А куда ты переправил Короче потерялся у них где то Все Мы не можем найти все Да они типа отправили эти монеты в Москву А туда пришли уже пустые ящики Их подменили И соответственно они не могут ему выплатить Потому что они не посчитали количество там Якобы не посчитали Отправляли Такой бред как бы Ну прокатил уже Да да Там просто потом смотришь Начальник того отделения смотришь Уже на новом джипе поехал Поехал Обновил автопарк Ну какая еще заключение вот где то считался Да да Так ну что друзья Все закончилось Спасибо ребятам с НТВ Позитивные 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 Хорошие ребята Молодцы все поделали Быстро Быстренько Вот мне даже В плане вот Того что бы хотелось сказать В этом интервью Как мне показалось Ну Оптимально много я наговорил Как раз именно Положительного такого И про хобби И про закон Про его несоответствие Вот не знаю Как пофиксят там Порежут И что реально попадет в эфир Что там будет переозвучка какая Ну все есть на бэкстейр Ну по крайней мере да Дали сказать И сами то ребята все понимают С интересом Все слушали И Ладно все Всем пока пацаны И на заставке сейчас Сейчас будем Кстати проезжать кузнечики Ваш обочине На заставке Больше Задненькая Давай Давай сейчас Куда вы Куда вы пацаны Четвертый ряд Сейчас будем их пугать Прям вот камеры А еще есть там нет? Хватится Не пускать Только не пускай Никогда не пускают Те кто пускает Да Да Не сами То есть вот он Грубо говоря Тебя поимел Тем что Магово тебя переделал Незаконным способом А ты его еще пускаешь Показывать что тебе понравилось И такая Давай еще Удовольствие Это те кто пускает Да, да, да Да, да, да Да, да Да Да, да, да